Участвуйте в розыгрыше 150 долларов. Все, что от вас требуется, это подписаться, оставить свой комментарий и лайкнуть ролик. И вы участвуете в розыгрыше. Подробнее об этом расскажу в конце выпуска. В 2017 году новость о запуске собственного блокчейн-проекта Павла Дурова и его команды ТОН привлекла внимание многих инвесторов. За три раунда привлечения частных инвестиций Telegram Group удалось собрать более 1 миллиарда 700 миллионов долларов, а некоторые заявки на участие даже пришлось отклонить, поскольку план по привлечению средств был переполнен. Через некоторое время после раскрытия информации о новой внутренней валюте Gram в экосистеме ТОН заинтересовались в комиссии по ценам бумагами биржам США СЕК, действия которой чуть позже вынудили Дурова отказаться от продолжения работы над проектом и вернуть деньги своим инвесторам. Вопреки расхожему мнению о том, что это был конец для инициативы ТОН, на самом деле проект получил новое начало. Платформой ТОН с 20-го года занялась команда разработчиков Open Source Community, работу которой позже признали в Telegram Group и согласились передать команде изначально домен ton.org, а также оригинальный репозиторий, где и началась вся работа над блокчейном. Разработчики Open Source Community, теперь это ТОН Foundation, ставят себе цель и наладить взаимодействие других блокчейнов через свою сеть, создавая таким образом полноценную экосистему Web 3.0 и обеспечивая ее всеми необходимыми инструментами. Платформы для создания смарт-контрактов и децентрализованных приложений, DNS, прокси, удобной системой микроплатежей и прочего. Некоторые из этих модулей экосистемы уже реализованы и работают, а на сайте проекта есть полный перечень системы готовности проектов, над которыми работают разработчики. Сейчас суть идей заключается в покупке токена на ранней стадии. Нативный токен проекта ToneCoin с недавнего времени доступен на биржах. На данный момент токен торгуется на уровне 74 центов. Для покупателя интересным является уровень 60 центов, на котором можно выгодно приобрести актив. При реализации этой точки входа продажу актива можно осуществлять на уровнях $1.80, $2 и $3. Риски тоже имеются. Альткоины сейчас находятся под давлением в связи с растущей долей биткоина на рынке. ToneCoin же в данный момент занимает довольно скромное место. 3443 позиция на CoinMarketCap. Есть вероятность, что когда криптоинвесторы начнут переводить капитал из первой криптовалюты в альтернативные монеты, очереда ToneCoin может и не дойти. С другой стороны, внутренняя экономика и растущий интерес к монете могут в новом импульсе принести новые деньги и существенно увеличить капитализацию проекта. Отличный проект, на котором можно делать большие деньги – это мир.етх.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильно от 3 до 12% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 7000 баксов, так как знаком с администрацией проекта и это надежные люди. Вывод дивидендов и личного вклада работает замечательно. Сейчас получаю по 6% прибыли ежедневно. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Капитализация рынка криптовалют за последние сутки выросла на 3% и впервые в истории превысила 2,6 трлн долларов, по данным CoinGecko. Одна из причин роста капитализации – это подорожание биткоина до 62 900 долларов, которое произошло после того, как SEC одобрила первый в США биржевой фонд, основанный на биржевых фьючерсах. Последняя волна роста биткоина стартовала еще 29 сентября. С локального ценового минимума 40 700 долларов. За более чем две недели криптовалюта подорожала на 52%, а ее капитализация увеличилась до 1 трлн 16 млрд. Также рост показали и крупнейшие по капитализации альткоины. Цена эфириум с начала октября выросла почти на 30%, а Binance Coin за аналогичный период подорожал на 22%. Последний раз капитализация рынка цифровых активов обновляла исторический максимум в середине мая. Тогда показатель превышал 2,5 трлн. Некоторые токены с начала текущего года подорожали в несколько раз, принесли инвесторам хорошую прибыль. Например, крупнейший по капитализации альткоин эфириум с января подорожал на 415%. Курс Binance Coin за тот же период вырос на 1194%, а стоимость кардана увеличилась на 1122%. Так как же выбирать наиболее перспективные цифровые монеты на крипторынке для инвестирования? Криптоинвесторам доступно большое количество различных ресурсов, которые могут помочь в поиске криптовалют и получении важной информации о них. В качестве примера можно привести один из самых популярных сервисов – CoinMarketCap, где собраны данные более чем 12 тысяч токенов. Этот сервис существенно упрощает процесс изучения криптовалют, поскольку позволяет наблюдать в реальном времени за их капитализацией, объемами торгов и предложением. Главные критерии, которым соответствуют сильные проекты – это революционность, масштабируемость и доступность. Отбирать токены для покупки нужно исходя из этих параметров, а также по тем параметрам, которые я сейчас назову. Высокий интерес инвесторов, наличие планов по будущему развитию проекта, высокий объем торгов, отсутствие ложных обещаний инвесторам, отсутствие перекупленности по индикаторам технического анализа, открытая историческая информация о проекте и высокая вероятность наличия позитивных новостей о проекте в будущем. Первая в мире публичная криптобиржа Coinbase предложила властям США создать регулятор на федеральном уровне, который будет иметь полномочия в сфере цифровых активов. Представители торговой платформы Coinbase опубликовали в Твиттере выдержки из интервью гендиректора Coinbase, Брайна Армстронга, в котором он выразил свое мнение относительно регулирования криптоиндустрии в США. Армстронг заявил, что существующая система регулирования финансовых рынков не подходит для индустрии цифровых активов и может нанести вред ее развитию. Также глава Coinbase предложил создать саморегулируемую организацию, которая будет работать в связке с регулятором на создание правил для рынка. По мнению Армстронга, новые правила регулирования крипторынка должны обеспечить защиту и расширение возможностей владельцам цифровых активов, повышать прозрачность индустрии, а также предотвращать мошенничество и рыночные манипуляции. Coinbase предложила властям США собственное видение, как необходимо регулировать рынок цифровых активов. Трейдер Михаил Ван Депопи уверен, что в ближайшее время курс полка ДОТ превысит 100 долларов. Это рост на 150% с текущих уровней. По мнению аналитика, более чем двукратное подорожание альткоина произойдет в текущем бычем цикле. Если токену удастся удержаться выше уровня поддержки в районе 38 долларов и оттолкнуться от него для последующего роста. Трейдер утверждает, что уровни сопротивления для полка ДОТ расположены на отметках 75 и 115 долларов. Ван Депопи считает эти уровни потенциальными целями, которые может достигнуть альткоин. За прошедшую неделю полка ДОТ вырос почти на 20%, после того, как разработчики объявили о готовности к развертыванию аукционов парачейнов в сети альткоина. Аукционы парачейнов – это новая модель запуска протоколов и выпуска токенов, в которой пользователи приносят пользу проекту и определяют справедливую стоимость актива. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 6% прибыли в день, ссылка на проект в описании под роликом. Напоминаю вам, то что каждую тысячу подписчиков на канале мы разыгрываем 150 долларов. То, что от вас требуется, это быть подписанным на канал, оставить свой позитивный и осмысленный комментарий и лайкнуть ролик. Каждую тысячу подписчиков мы с вами будем проводить стрим, на котором будут определены три победителя. В розыгрыше будут участвовать три ролика, набравшие самую большую активность за это время. Соответственно, каждый победитель из каждого ролика заберет по 50 долларов. Лайк, подписка, позитивный и осмысленный комментарий, и вы участвуете в розыгрыше на 150 долларов.